Танец Танец Ну, во-первых, это неоднозначный будет ответ, потому что я занималась танцами, как и все дети, просто с детства, как обычный кружок и просто любительский. Я никогда бы не могла подумать, что это станет моим предназначением. Но все-таки это получилось так. Ты поняла, что это то, куда ты должна двигаться, в каком направлении. Но сколько тебе было лет, когда ты первый раз вышла на сцену? Сколько тебе было? Я сейчас точный возраст не вспомню, но примерно это 8-9 лет. Это было как-то так. 8-9 лет. Но ты вот помнишь то ощущение, которое было у тебя на сцене, когда ты вышла покорить сердца миллионов? Ты знаешь, это ощущение осталось, наверное, до сих пор со мной, потому что это волнение никогда никуда не исчезает. Всегда волнуешься, всегда бьется сердце и переживаешь. Пока ты не сделаешь первые 2-3 шага, пока ты не выйдешь и не увидишь людей, невозможно успокоиться. Ну скажи, тебя отдали на танцы с самого детства или ты еще занималась какими-то творческими направлениями? Что родители хотели от тебя больше? Ну, наверное, мама мне отдала на танцы просто как хобби и просто, чтобы ребенок чем-то занимался. Я жила в арабской стране, в Йемене, и это было очень сложно, где-то ребенку заниматься танцами. Я ходила в русское посольство и там занималась классикой, балетом, современной хореографией, то есть ничего не было связано с Востоком. Я просто жила там, на Востоке. Ну и как ты поняла, что все-таки направление Восток это твое, а не вот все то, что ты попробовала уже за большое количество времени? Когда я переехала сюда, в Крым, мне было 13 лет, и в 15 лет меня уже позвали преподавать. То есть у меня не было выбора. Ну, как бы все знали, что я наполовину арабка, и я должна танцевать. Как бы у меня выхода не было, и я пошла преподавать сразу с 15 лет. То есть у тебя уже твой путь преподавания уже прям значительно большой. Ну, мы, конечно, не говорим, сколько тебе всегда 18. Значит, у тебя путь преподавания 3 года. Абрахим преподает 3 года, но это уже очень много, и она уже достигла больших побед, и, в принципе, ученики ее также уже радуют все фестивали и концерты. Ну, вот были ли у тебя такие победы, которыми ты гордишься, вот, наверное, не знаю, больше всего, к чему ты шла, вот какие-то такие, которые тебе запомнились больше всего? Ну, я, конечно же, помню все свои победы. Победы своих учеников – это и мои победы. Ну, самый такой яркий момент, и победа была – это чемпионат, это Кубок Мира. Да, это был Кубок Мира, и гранд-при Кубка Мира получила я. И это для меня было очень такой большой победой именно в этом плане, в соревновательном плане. Но если говорить про творчество, то моя большая победа – это то, что я стала студией Лиги профессионалов России и преподавателем. И это для меня очень важно, и поэтому я сейчас езжу по всей России и также преподаю. Не только в Крыму, но и в России. Ну, и теперь я думаю, что ни для кого не секрет, почему мы снимаем первую передачу социального проекта «Полезный человек» именно с Ханан. Потому что она – чемпионка, которая взяла гранд-при на мировом конкурсе. Ну, я думаю, что это очень большое и главное достижение. Скажи, как вот относятся к тебе твои все ученики, твои девчонки, которые приходят? Ну, не то чтобы как они относятся, а вот как они на тебя смотрят? Вот они хотят достичь таких же побед, у них такие же амбициозные цели? Или вот они приходят для того, чтобы получить просто, не знаю, там, вдохновение, немножечко черпать творчество от тебя? Ну, конечно же, это надо у них спросить, как они на меня смотрят. Но я думаю, что я им пример, потому что я очень много работаю и их учу трудолюбию и быть всегда впереди всех. И они к этому очень стремятся, и они мне это доказывают всегда на соревнованиях. Радуют тебя, в общем-то. Да, они меня радуют, да. Но они этого не знают. Да, пусть они это знают, потому что они должны чувствовать эту поддержку, потому что для них это важно. Ну, скажи, за вот эти годы работы твоей, создание студии, школы, лучшие в Крыму, вот для тебя это просто работа или это что-то, не знаю, что-то большее? Очень хороший вопрос. Ну, конечно же, со временем это стало что-то большее. И это уже, это каждый день, это всегда со мной. И я не перестаю об этом думать, говорить. Они все стали моей семьей. Поэтому я не могу называть это просто работой. Это жизнь. Ну, а чем полезен вот вообще танец, да, особенно такой чувственный, как Восток, вот для развития, там, не знаю, женственности, может быть, в девочках. Ну, вот чем еще он полезен? Знаете, со стороны вот психологии, если рассматривать танец, то он очень сильно убирает какие-то комплексы и какие-то вот проблемы у девушек, у женщин, у детей. Ну, как бы человек, ну, девушка, если мы говорим про девушек, то он ее больше раскрывает и убирает от нее какие-то комплексы внутренние, которые заложены. У всех они разные. Боязнь сцены, боязнь проявлять себя просто как личность, как человека, какую-то женственность, ну, и так далее. То есть это очень позволяет раскрепощаться всем тем, кто выходит на сцену. Ну, да, я думаю, если вы уже видели выступление Эмилии, одной из учениц Школы Восточного Танца Абрахим Ханан, вы увидите, что действительно это очень раскрепощенные девочки, которые просто выходят и горят. Горят сцены, горят этим танцем, и, ну, это нужно просто видеть. Скажи, какие амбициозные планы для себя лично, для своего творческого еще пути? Не знаю, конечно, куда уже выше, если есть гран-при мирового конкурса, но все-таки для школы, для своих учениц какие ты амбициозные планы и цели себе ставишь? Ну, если для школы и для учениц, вот мы хотим сейчас выиграть Кубок Крыма за лучший коллектив, это уже будет в третий раз. Я надеюсь, что мы его опять-таки заберем. Это будет вот ближайшее будущее, осенью. Именно лично мои планы. Я хочу сделать курсы для преподавателей, обучить, как правильно обучать. Вот, я разрабатываю систему сейчас обучения, как бы, чтобы все было для них просто, явно, ясно, и чтобы это все было грамотно. И еще я делаю интенсивные курсы зимой, тоже для всего Крыма. Приедут преподаватели, очень-очень популярные, известные. Это будет все очень доступно, это будет два дня. Я надеюсь, вы тоже нас посетите. Это безусловно. Мы всегда посещаем, когда что-то происходит интересное в Крыму. Да, и плюс у нас будет концертная программа, вот, и тоже будет очень интересно. Ханан, скажи, в каком году открылся Бэйли Дэнс Квин? Сколько учениц уже отучилось, или сколько сейчас учатся на данный момент в школе? Бэйли Дэнс Квин открылся три года назад, но, как бы, мои ученики уже больше пяти лет со мной. Я преподавала при школе, и решилась на открытие именно своего. Три-четыре года назад. Ханан, ну скажи, есть ли какие-то сейчас особенные программы, интенсивы, или, не знаю, там, какие-то тренировки? На что сейчас идет набор? Кого вы принимаете в школу? Немножечко подробнее, кто может здесь уже в этом зале себя чувствовать раскрепощенно и женственно? Сейчас я делаю наборы для начинающих танцовщиц, как для детей, так и для взрослых, и еще старше. Ограничений никаких нет, как и для профессиональных танцовщиц, так и для начинающих. У меня есть очень много различных групп, и они всегда могут тут ко мне обратиться, и я все подскажу, расскажу. Поэтому сейчас интенсивно собираем. То есть собираем для того, чтобы штурмить тут по всем концертам в Крыму. Ну скажи, вот те, кто пришел, даже начинающие, вот есть ли у них возможность потом выступать на конкурсах, на каких-то концертах, фестивалях, или вот им прям нужно очень долго трудиться для того, чтобы выйти на сцену? Я уже говорила вам про систему моего обучения. Моя система обучения позволяет уже танцору, который только пришел, начинающий танцор, уже через два месяца выйти и первый раз выступить. Конечно, все начинается с моего зала, дальше идут концерты и, естественно, уже конкурсы. Поэтому у меня все быстро происходит. И все зависит от человека, от его желания. Я думаю, что дополнить к этой истории просто нечего, потому что все самое интересное, самое позитивное нам рассказала Ханан в такой легкой форме, как она это умеет, что рассказывать, что танцевать, она все делает легко, с душой и с большим творчеством. Я думаю, что Бриден Сквинн обязательно ждут большие успехи и победы, потому что с такой-то руководительницей все всегда будет прекрасно. Приятно нам было провести такую беседу, познакомить вас с полезным человеком нашего, не только города Симферополя, но и всего Крыма и, не по-моему, слово этой страны, потому что Ханан разъезжает по всем городам и показывает то, чему она научилась, и то, что она может уже передать всем своим девушкам, деткам, всем, кто желает научиться чему-то новому. Поэтому оставайтесь с нами, следите за новостями и приходите в Бриден Сквинн на занятия восточных танцев. Наслаждайтесь процессом обучения в школе восточного танца Бриден Сквинн под руководством очаровательной, красивой и популярной Абрахим Ханан, который по праву заслуживает звание «Полезный человек». Приходите к нам в Бриден Сквинн! У-ху!